Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение второй книги Паралепименон, книга хроник или летописей. И мы будем читать сегодня 12 главу, в которой рассказывается о нашествии Сусакима на Иудею, то есть на Иерусалим прежде всего, и о конце царства Раваама, сына Соломона. И мы читаем с первого стиха и ниже. «Когда царство Раваама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господень и весь Израиль с ним». Вот здесь действительно рыба гниет с головы, а Господь как бы поддерживал Раваама, запретил ему нападать на израильтян, где царствовал Ирваам, сын Наватов, но он уклоняется от путей Господних, оставляет закон Божий. Почему? Во-первых, его отец, премудрый Соломон, тоже оставил закон Божий в какой-то момент своей жизни, а, как говорится, яблоко от яблони недалеко падает. И нечто подобное теперь происходит с Раваамом. Но если в случае с Соломоном мы знаем, что он восстановил отношения с Богом, книга Голисиаста, как я часто объясняю, это покаянная книга царя Соломона. Соломон — это автор аж трех библейских книг. Это книга притчей, книга песней и книга Экклесиаста. То есть он один из библейских авторов, то есть действием Духа Святаго он писал эти книги, то есть пророческий дух пребывал с ним. Но он пережил отступление и возвращение к Богу, о котором рассказывает в книге Экклесиаста. А вот его потомок не способен как бы пережить покаяние. И Бог тогда наказывает его, вразумляет другими путями внешними. На пятом году царствование Раваама с Усаким, царь египетский, то есть фараон, пошел на Иерусалим, потому что они отступили от Господа. Вот почему на нас идут войной. Вот почему нас могут окружать военными базами. Потому что мы отступаем от Господа, и Господь попускает нашим врагам начать превзноситься над нами. Как только мы восстанавливаем отношения с Богом, враждебные действия против нас могут прекратиться. Потому что Господь или попускает, или не попускает каким-то враждебным действием против своего народа. Царь египетский пошел на Иерусалим, потому что они отступили от Господа. То есть, если бы они не отступили от Господа, то он бы не пошел на Иерусалим. С тысячью и двумястами колесниц и шестидесячью тысячами всадников, и не было числа народу, который пришел с ним из Египта ливиянами, сукхитами и эфиоплянами. «И взял укрепленные города в Иуде и пришел к Иерусалиму. Тогда Самей, пророк, пришел к Рвааму и к князям Иудеям, которые собрались в Иерусалиме, спасаясь от Сусакима, и сказал им, «Так, говорит Господь, вы оставили меня, зато и я оставляю вас в руки Сусакиму». Решение может быть одно – они должны вернуться к Господу, и Господь защитит их. «И смирились князья Израилевы и царь, и сказали, праведен Господь». Когда увидел Господь, что они смирились, тогда было слово Господне к Самею, и сказано, «Они смирились, не истреблю их, и вскоре дам им избавление, и не прольется гнев мой на Иерусалим рукою Сусакима. Однако же они будут слугами Его, чтобы знали, каково служить мне и служить царством земным». Все-таки установление самой монархии, кстати, среди еврейского народа, это уже был вызов теократии, власти Бога, и об этом через пророка Самуила Господь говорил евреям во дне царя Саула, что вы, поставив над собой царя человека, отвергли царя царей Господа. И одно дело быть подданными царя небесного, а другое дело служить царством земным, как евреи, например, кричали, нет у нас царя, кроме Кесаря. Ну и Господь оставил их один на один с Кесарем, когда войско римские окружили Иерусалим и уничтожали город. «И пришел с Усаким царь египетский в Иерусалим и взял сокровища дома Господня и сокровища дома царского. Все взял он, взял и щиты золотые, которые сделал Соломон, и сделал царь Рваам, вместо них щиты медные». Золото меняется на медь. Ну, когда Господь отворачивается, вспомните, какая Российская империя была мощная до революции. Можно сказать, на взлете эту птицу подстрелили. Подъем был экономики, развития. И вот замена золотых щитов медными – это как бы умоление славы еврейского народа. Это такое символическое действие. «И сделал царь Рваам, вместо них щиты медные, и отдал их на руки начальникам, телохранителей, охранявших вход дома царского». У нас до революции рубль был золотой. «Когда выходил царь в дом Господень, приходили телохранители и несли их, то есть щиты медные, вместо золотых, и потом опять относили их в палату телохранителей. И когда он смирился, тогда отвратился от него гнев Господа и не погубил его до конца. Притом и в Иудее было нечто доброе». Вот так скромно сказано. Нечто доброе. Там богослужение не прекращалось. В Иерусалиме левита служили. Лучшие люди с неканонической территории прибегали сюда. То есть мы видим, что Раваам, сын Соломона, переживает все-таки покаяние. И о конце его царства говорится, и утвердился царь Раваам в Иерусалиме, и царствовал. 41 год было Равааму, когда он воцарился, при этом он называется юношей. Почему? А он неопытен был. До 41 года дожил, а называется юношей. Такое бывает. «И 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который из всех колен Израилевых избрал Господь. Это честь для него, чтобы там пребывало имя его». Это честь для Раваама царствовать в таком городе. «Имя матери его – Наама, аманитянка. И делал он зло, потому что не распроложил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа». Это его недостатки. Но выше мы прочитали 12 стих этой главы. «И когда он смирился, тогда отвратился от него гнев Господа и не погубил его до конца. Но его ошибка – он не искал Господа и пути его. Деяния Раваамовы, первые и последние, описаны в записях Самея, то есть в книгах царей, пророка, и ады прозорливца при родословиях. «И были войны у Раваама, с Иераваамом во все дни». Ну, Господь не допустил, конечно, чтобы такая настоящая война началась. Он останавливал. Потому что нельзя воевать с людьми одной верой и одного происхождения, одной крови. «И почил Раваам с отцами своими и погребен в городе Давидовом, и воцарился Авия, сын его, вместо него». «И почил Раваам с отцами своими